Стрельцы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на сентябрь месяца. Что вас ожидают в начале, в середине и в конец месяца? В конце расклада я возьму карта совета для вас, что вам высшие силы советуют. И первая карта для вас, карта солнца. Карта показывает, может быть, те, которые имеют детей, мужчины и женщины, будут какие-то ситуации с детьми. Есть одинокие люди. Я хочу сказать, что здесь вы, как начинаете месяц, полны энергии. Какой-то оптимист, какая-то веселье у вас на душе. Знаете, когда есть у вас на душе радость. Женщина здесь, которой мечтали о рождении детей или о беременности, здесь может касаться, что вы узнаете о беременности. Давайте посмотрим следующая карта, что касается еще. Восьмерка мечей. Почему-то показывает, что, знаете, полны энергии, да, карта детей. Но вы горите изнутри. У вас есть какие-то переживания, что какая-то ситуация не разрешается у вас. Есть какие-то, знаете, мечты, которые вы думаете, что они впустые. Хотя, вроде бы, вы начинаете по солнцу полны энергии. Но уже, даже сказать, где-то ближе к 7-8 числа, почему-то у вас идет усталость. Почему-то у вас идет переживание. Почему-то вы думаете, что у вас проблема или какая-то ситуация нету как бы возможности решить. Хотя открыть глаза, обращать внимание, то здесь есть решение проблемы. Давайте посмотрим следующая карта для вас. Девятка Пентакли. Давайте я хочу сказать так, чтобы вам было понятно. Не нужно быть в ожидании чему-то. Не нужно понять, что если что-то не получилось, вы должны уже быть так, знаете, в пустоте, в депрессивном состоянии, в переживании. Здесь, если вы хотите не терять ваши силы и ваши энергии, вы должны выйти уже в начале месяца из той состояния, когда очень сильные переживания. Здесь может быть касаться люди, которые в отношении переживают каких-то моментов, что меняется или чувства, или что-то это больше касается женщины. У них и идет такое состояние, что сильные переживания, что непонятно. Мужчины и женщины одиноки. Я хочу сказать, это тоже касается, что почему-то или у вас нету возможности, такие мысли, что построите отношения, вы думаете, что если появится других отношений, то все-таки это впустую. Что-то серьезное не сможете построить. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Король Жезлов. Нужно от вас благородство. Мужчины. Это ваше благородство. Женщины, которые в отношении, это ваш мужчина, который будет благородный и будет, знаете, относиться к вам с пониманием. Да, может быть какие-то ситуации, даже закрыть глаза, даже понять, что вы как-то себя неважно чувствуете. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта на середине месяца. Двойка Жезлов. Хочу сказать такое. Мужчины и женщины почему-то показывают, что пока идет какая-то привязка. А эта привязка может касаться больше мужчин, как любовная привязка, как будто не можете отпускать. Из-за этого у вас идет вот эта ситуация внутренняя, что вы не можете выходить. Хотя вроде бы хотите отпускать. По солнцу у вас есть уже прояснение. У вас открываются, как говорится, глаза. Но возможности выйти из этого состояния у вас нет. Почему-то показывают на середине, пока привязаны к тем обстоятельствам, к тем моментам, к тем отношениям. И даже мысли о прошлых отношениях пока идут привязаны. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта для вас. Десятка мечей. Десятка мечей. Смотрите, вы проходите, может быть, или открылась, откроется какая-то ситуация в начале месяца. И для вас это будет как разбитое сердце, как разбитое предательство, как человек. Вы как будто не ожидали, что этот человек вас предал. Что этот человек что-то сделал по отношению к вам. Женщины, это может быть про вас, что вас предали какой-то человек. А мужчинам это пока, знаете, вроде бы человек предал, вроде бы человек ушел из отношений. Но почему-то воспоминания и привязка еще пока присутствуют. Те, которые в отношении, здесь как будто показывают, что что-то происходит и нету ясности. Или вы хотите дальше продолжать эти отношения. Или хотите уходить. Может те, которые узнали, женщина, о какое-то предательство, пока думают сохранить семью ради своих детей. Пока привязана к этому человеку. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Рыцарь в кубах. Вот в конец месяца, может быть даже на протяжении месяца, не стоит ничего менять. Вот знаете, как рыба в воде. Плыть по течению. Наслаждаться то, что вы имеете на сегодняшний день. Дать себе возможности не загружаться с каким-то ситуацией, каким-то мыслям или каким-то переживанием. Дайте себе возможности идти так по той дороге, которую вы ходите на сегодняшний день. Давайте посмотрим следующая карта для вас. Шестерка жезлов. Если вы поймете, что даже в жизни бывает и предательство от людей, которые вы не ожидаете. Даже может быть это предательство и в работе. Что человек предал вас. Вы хотя может быть рассказывали какой-то тайны, может какая-то ситуация, но человек дальше пошел и рассказывал. Хочу сказать вам, под конец месяца, если вы выйдете из этой ситуации, из этой состоянии, не будете привязывать ни к чему, то победа в ваших руках. Самое главное только от ваших действий дальше. Как вы будете себя вести. Будете себя дать в роль жертвы страдать и переживать, вы опять попадете и вот эта победа, вот это, знаете, как триумф, он уйдет из ваших руках. Давайте посмотрим следующая карта, карта совета, что вам высшие силы советуют. Девятка мечей. Осознание. Понятие, что мы всегда должны пройти какое-то испытание. До свидания.